Гуанча, Китай. Сможет ли младший брат России, ее единственный верный союзник, предать ее, когда Запад начнет переманивать его на свою сторону? Второй помощник Куст. Гуанча, Китай. 3 декабря 2019 года. Всем известно, что после распада Советского Союза наиболее близкими к России странами оставались Белоруссия и Украина. После Крымского инцидента Украина полностью отвернулась от России, и при наличии нынешних территориальных споров у этих стран мало шансов на примирение в будущем. Многие в России опасаются, что теперь ее единственным верным сторонником осталась только Беларусь. Поэтому сейчас, чтобы оказывать давление на Россию, западные страны занимаются тем, что активно переманивают на свою сторону Беларусь. С точки зрения будущего развития вполне возможно, что, отделившись от России, Беларусь, так же как и остальные страны постсоветского пространства, упадет в объятья европейских стран. Это, историческая тенденция развития подобных стран. Однако со стороны Беларуси до сих пор мы подобного не наблюдали. Будет ли Беларусь похожа на Украину, зависит от реального положения стран. Некоторые даже шутили, что Беларусь – это область России, и, как можно видеть, отношения между двумя странами действительно очень тесны. Отделение Украины от России происходило по двум основным направлениям. Одно – политическое, а другое – экономическое. После распада Советского Союза отношения Украины с Россией на протяжении длительного времени оставались очень хорошими. Россия даже однажды сделала заявление, где признавала Крым территорией Украины. Зная, что Крым имеет важное стратегическое значение для России, стоит отметить, что Россия действительно очень хорошо относилась к Украине. За время правления Кучмы дружеские отношения Украины и России достигли апогея своего развития. Но после политических потрясений на Украине все изменилось. Тогдашний пророссийский президент Янукович сразу отправился в Россию в поисках политического убежища, а с приходом к власти бизнесмена Порошенко отношения между двумя странами начали резко ухудшаться. Деятельность на Украине и прозападных политических фракций привела к ее отдалению от России. Имеется ли сейчас в Беларуси схожие политические условия? Нет. В определенной степени Беларусь унаследовала политическое наследие бывшего Советского Союза, притворяя в жизнь политику одного сильного человека. Главная цель этой политики – сосредоточение власти в руках одного человека, что напрямую противоречит демократическим принципам Запада. Теперь белорусский президент Лукашенко намеренно энергично продвигает своего сына, которого растит себе на смену. Для достижения этой цели он даже откажется от политической идеологии Запада. Важнейшей составляющей в отношениях между двумя странами может стать экономика. До настоящего времени Украина и Беларусь оставались бедными странами Европы. Основной причиной этого была ориентация на Россию, что провоцировало еще большую разницу между между богатым и бедным братом. После многолетнего экономического застоя атмосферы безнадежности украинцы решили присоединиться к Европе. Экономика Беларуси сейчас тоже не очень хорошая, но близкое положение этой страны имеет большое значение для России. Поэтому в последние несколько лет, чтобы удержать верного союзника, Россия часто предоставляла Беларуси экономические субсидии. А если кто-то дает Беларуси деньги, она, естественно, не создает ему проблем. В ноябре прошлого года президент Беларуси Лукашенко во время парламентских выборов сделал недвусмысленное заявление об условиях интеграции с Россией, если эти условия будут подрывать независимость и суверенитет Беларуси, или если она не сможет в результате решить экономические проблемы, Минск не подпишет с Россией план интеграции России и Беларуси. В последние годы Беларусь начала избавляться от экономического контроля Москвы. Так, в Беларуси ежегодно наблюдается большой дефицит электроэнергии, и в течение последних лет Россия продавала Беларусь дешевое электричество. Однако теперь Беларусь больше не требует от Москвы поставок электроэнергии, она импортирует ее с Украины. В настоящее время в Российской Федерации установлены многочисленные барьеры для ограничения продажи белорусской продукции на российском рынке, что в глазах Беларуси является преднамеренным действием. Минск считает, что подобные действия задуманы, чтобы заставить его склонить голову. Дефицит торговли Беларуси с Россией превышает 9 миллиардов долларов США в год. Во время ожесточенного конфликта между Россией и Украиной Беларусь выступала встревоженным сторонним наблюдателем. И, конечно, у Беларуси есть все основания беспокоиться, что она рано или поздно повторит судьбу Украины. Чтобы обеспечить собственное развитие в будущем, Беларусь может отвернуться от России и примкнуть к европейским странам. Однако этот день может прийти не раньше, чем Лукашенко уйдет в отставку, а до тех пор трудно говорить о чем-то подобном. Потеряв Украину, Россия, безусловно, не будет смотреть сквозь пальцы на отделение Беларуси. И если в один прекрасный день это действительно произойдет, Россия непременно будет обеими руками крепко держаться на Беларусь. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.